Итак, добрый день, дорогие друзья! Всем добрый, добрейший, веселейший, прекраснейший день! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас очень-очень важный урок. Прям конкретно Всевышний нам дает очень интересные знати. Все приходит в нужный момент. Я думаю, что очень вам сегодня полезно будет то, что мы изучим. Помните, вчера мы говорили о том, что... Я проводил урок из машины вчера и говорил о том, что есть слова, которые мы изучаем. Произноси их, слова эти, да, слова Торы. Сидя дома, находясь в дороге, ложась, вставая, повяжи как знак на руку свою, ну и так далее. Это Шмай Сраэль, о котором мы говорим утром и вечером. Я говорю, вот смотрите, мы сейчас выполняем прямо... Произноси их, сидя дома и находясь в дороге. Вот я сейчас нахожусь в дороге, я вам произношу слова Торы, да, мы учим. Сегодня 13-е Минахи Мава, 10-е августа. И книга, которую мы изучаем, которая называется «Айом-йом», начинается со слов «Сказано, произноси их, сидя в доме твоем и находясь в дороге, ложась и вставая». Представьте, как! Вот вообще вчера конкретно был урок про эти слова, а сегодня как раз книга «Айом-йом» говорит, и вот вы сейчас, мы увидим конкретно, что такое 4 уровня понимания Торы. Я понял эти слова, как написано, произноси слова Торы, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. Действительно, ну как бы все понятно, надо все время, где бы ты ни был, произносить слова Торы. Теперь давайте посмотрим, что нам говорит книга «Айом-йом», что нам говорит уровень понимания Торы «Намек» и «Дружь» — это расшифровка, и «Тайна» про эти же самые слова. Написано «Произноси их, сидя дома в твоем, находясь в дороге, ложась и вставая». Наши мудрецы объясняли, что слова «Произноси их» говорят об изучении Торы. Действительно, произноси слова Торы, то есть мозг человека, интеллект человека постоянно занят словами, мы все время что-то произносим, или мы с собой разговариваем, или с тем-то разговариваем, или кого-то слушаем, или думаем о чем-то, вспоминаем, но постоянно в голове звучат какие-то слова. А нам Всевышний сказал «Произноси слова Торы, мои слова произноси, то, что я Бог, я тебе сказал, как жить». Если ты будешь произносить эти слова, так у тебя тогда будет совершенно жизнь, будет рай, у тебя будет рай на земле, рай на небесах, рай будет везде, только правильные слова используй. Значит, сказали наши мудрецы, что когда написано в Шмай-Истраэль «Произноси их», имеется в виду изучение Торы. Однако, в изучении Торы есть несколько уровней, и вот здесь как раз в этих словах заложены уровни изучения Торы. «Сидя в доме твоем», произноси слова Торы, «сидя в доме твоем». Мы понимаем, вот сиди в доме твоем, сейчас я не в доме, например, там я в гостинице сейчас, да, нахожусь, и еду домой после этого. Ну, дом, гостиница, так как я за гостиницу заплатил, это значит, что это сейчас мой дом, я как бы купил на время пользования этим номером. Значит, сижу, произношу слова Торы. Он говорит, нет, это соответствует тому времени, когда душа постигает Тору, находясь в обиталище душ, до спуска в этот мир. Оказывается, душа до того, как вошла в тело человека, она же где-то была, душа-то вечная. Значит, когда говорится, произноси слова Торы, «изучай Тору», «сидя в доме», дом души – это духовный мир, это не здесь. Это в обиталище душ, до своего спуска в этот мир. Находясь в дороге, произноси слова Торы, «находясь в дороге», соответствует тому времени, когда душа совершает спуск из одного мира к другому, от уровня к уровню, до тех пор, пока не придет физический мир и не облечется в тело. Но и после этого она продолжает идти дорогами этого материального мира, пока не наступит старость. Значит, в этом мире мы находимся в дороге. И это очень интересно. В Мишле, в притчах, есть такой отрывок. «Беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай Бога, в иу, я ашер архотеха, и он выпрямит твои дорожки». Человек в этом мире, он все время находится в перекрестках семи дорог, вот и я, как пел Макаревич. Или налево пойдешь, то потеряешь, направо пойдешь, то потеряешь, прямо пойдешь, то потеряешь. Человек все время в этом мире, он как будто бы путешествует по каким-то дорожкам. Я сейчас вспоминаю историю одну, когда приехал один богатый еврей к мудрецу Хофицхайму, приехал посоветоваться. Он приехал из Санкт-Петербурга в город Радин. Радин это где-то там Белоруссия, какое-то маленькое городишко, где жил Хофицхайм. Где-то 1900 год, еще до революции. И он приехал посоветоваться по каким-то там супер каким-то делам. У него фабрики, заводы, он помогает там строить больницы. Ну, то есть какой-то очень такой был богатый, активный человек. И он, значит, приехал к Хофицхайму посоветоваться. Поселился он в гостинице и пришел к нему, к Хофицхайму, домой. А у Хофицхайма деревянный дом такой, земляной пол, деревянные скамейки. Ну, просто, 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 да, вообще. Этот ему говорит, вы знаете, вы же такой великий мудрец, вы же глава поколения. По вашему слову, там, ну, вообще, вы чудотворец, он благословлял кого-то, люди рождались, там. Ну, то есть он невероятно был. Значит, вы же глава поколения, да, можно сказать, там, как, если, ну, вот, лявдель, да, разделить, это, конечно, не то. Но вот как римский папа, так же был Хофицхайм для еврейского народа. А значение его для духовного мира было намного больше, чем римского папы. Но только он жил в земляном доме и сидел на лавке. А римский папа, он в Ватикане, и, значит, сидит на награбленных сокровищах со всего мира. И, значит, в музее в таком сидит, и такой дворец, и он там сидит, этот папа римский. Значит, и говорит, что он наместник Бога на земле, да. По факту это Хофицхайм был, как бы, самый такой вот атомный реактор духовной силы в этом мире. И этот еврей ему говорит, бизнесмен, говорит, ну, а как же вы так бедно живете-то, как же у вас такая бедность? Он ему говорит, а скажите, пожалуйста, говорит, вы в Петербурге богато живете? Тот говорит, у меня дом-музей, у меня пятиэтажный дом, там, ну, то есть вообще все, дом-музей. Тот ему говорит Хофицхайм, а здесь вы где живете? Он говорит, а здесь остановился в гостинице какой-то. Ну, лучшая гостиница, которая тут есть, ну, это, конечно, вообще. Хофицхайм ему говорит, ну, а вы себе номерку купили, новую мебель, обставили его, ремонт сделали? Он говорит, нет, зачем, я же к вам приехал тут на два дня, я же здесь проездом. А Хофицхайм ему говорит, так и я здесь проездом, я в этом мире, я ненадолго. Я, говорит, не хочу время терять, вот этим еще думать про это. Я в этом мире ненадолго, поэтому, говорит, я занимаюсь только духовной работой, духовной деятельностью. И здесь говорится о том, что душа, которая в этот мир заходит, она в этом мире находится в дороге. Как Маше Рабейну дал, Моисей дал своим сыновьям имена, и он, и в Торе написаны эти имена, и расшифровка. Он первого сына назвал Гершон, Гершон и сказал, потому что пришелец был я в чужой земле. То есть он всю жизнь был пришелец чужой земли. Он все время ходил, приходил, уходил. А второго назвал Элеезер. Элеезер это Бог мне поможет. Бог поможет. Но где бы я ни был, Бог мне поможет. Теперь дальше возвращаемся. Значит, произноси слова эти, сидя дома. Душа напитывается Торой, находясь в своем духовном доме, до прихода в это тело. Находясь в дороге, проходя через этот мир и находясь в этом теле. Ложась. То есть пока не завершится время, отведенное человеку для его земной жизни. Но и после этого Тора продолжает охранять его. Как это объясняется в шестой главе книги Пертеавод. Значит, есть там какая-то Мишна, не помню какая. Шестой Пэрых, девятая Мишна. Но и в Мишне тоже говорится, что Тора будет тебя охранять и после того, как ты заснешь. То есть после того, как ты выходишь из этого мира, то та Тора, которую ты накопил в этом мире и изучал ее, она является оболочкой для души. То есть душа вначале как бы она чистая, без оболочки. Она заходит в этот мир, попадает в какое-то тело. Потом в этом теле она изучает Тору, проходя по дорогам этого мира, путешествуя. Знаете, вот мы увидели, например, я увидел, да, Советский Союз увидел, потом распад Советского Союза увидел, потом я увидел, значит, уехал там в Израиль, потом я увидел религиозный мир, потом я увидел, как у меня там сын женился, недавно увидел. Я вообще не думал, что, когда был маленький, разве я думал, что у меня сын будет, который женится. Дай Бог, внуков увижу, да. То есть это очень, душа все время находится в путешествии по этому миру. Но в какой-то момент придется уйти из этого мира, и это называется ложась. Это время ложась. И произноси слова эти ложась, и вставая, вставая, это воскрешение из мертвых. Как сказано в Мишле, когда ты пробудишься, значит, она тоже будет тебя охранять. Мы верим, что в итоге те души, которые накопили в этом мире определенный запас духовной силы, которая называется Тора, Заповеди и Добрые Дела, то те души, которые напитались в этом мире вот этим вот питательным материалом для воскрешения, они воскреснут. И когда наступит новый этап мира, в нем воскреснут как раз те души, которые получили Тору, Заповеди и Добрые Дела. Значит, очень важно, пока время есть, пока мы еще в путешествии по этому миру, надо накапливать, накапливать надо Тору в заповеди добрые дела. Вторая книга, значит, видите, что мы сейчас увидели, что мы увидели, что простое понимание текста, сидя дома, находясь в дороге, ложась и вставая, это пшат, это простое. Теперь то, что мы сейчас выучили, это намек, это расшифровка и это тайна, да, то есть мы чуть-чуть добавили в эти слова глубины такой прям ракурса. Это называется четыре уровня изучения Торы, пшат, простой смысл, ремес, намек, драж, расшифровка и сот, это тайна. И любое слово Торы можно уходить вот так вот в глубину на четыре этажа. Теперь дальше, обретение неба на земле, а как же пока мы здесь в путешествии, как же здесь обрести рай, как все хотят жить хорошо, все хотят жить счастливо, все хотят, чтобы было все хорошо, но прежде всего хорошо это на душе. Это очень важная идея, что внешние события, они не управляют состоянием, то есть у человека есть его внутренний мир, как например Виктор Франкл, даже находясь в концлагере, он сумел уйти во внутренний мир, спрятаться там, да, как улитка. И вот эти страдания, и это страшное, что он видел в концлагерях, оно его не сломало, не раздавило, и он остался жив, он ушел в этот свой внутренний мир. И внешние события, возьмем любого человека, два человека, они смотрят на одно и то же, и по-разному это ощущают, переживают по-разному. Даже один и тот же человек, попадая в одну и ту же ситуацию, он иногда расстраивается, иногда гневается, иногда смеется, иногда принимает. То есть, очень все не внешнее управляет ощущением счастья, а именно внутреннее. Теперь смотрите, значит, в этой книге «Обретение неба на земле» нам рассказывается сегодня такой совет дается. Помните, что доверяете Богу. Нужно помнить, что доверяешь Богу, мы вчера тоже об этом говорили, что любовь к Богу – это доверие прежде всего. И вот, значит, любовь к Богу – это доверие. Помните, что вы всегда доверяете Богу, все будет хорошо, значит, когда дела идут, неважно, говорите себе, что в сущности все к лучшему, и радуйтесь тому, как добр к вам Бог. Даже если сейчас все плохо, могло же быть и хуже. И это доброта Бога к вам сегодня, потому что могло быть намного хуже. Такой нам совет. Если же трудности возникают у других, советовать им радоваться беде не следует. То есть, если ты можешь так управлять своим внутренним миром, что ты в состоянии принять, поблагодарить и обрадоваться, все, ты святой, ты праведник, ты цадик, ты просветленный, тебе никогда не будет плохо, то есть, ты просто вообще, твой уровень уже космос, да, то есть, ты человек, который как рабиатива его разрывают, он говорит, я всю жизнь об этом мечтал, значит, это уровень высочайший, да, управление своим мышлением, реальностью и так далее. Теперь, ну, он говорит, если можешь так делать, делай, но, если же трудности возникают у других, советовать им радоваться беде не следует. Не следует. Сокрушайтесь вместе с ними, молитесь за них, делайте для них все, что в ваших силах, и только потом, потом, можете тихонько посоветовать им довериться Богу. И приводится пример, что молодой художник, который несколько лет страдал от депрессии и внутренней борьбы, пришел к Рэбе, чтобы рассказать ему о себе. Рэбе мог ему сказать, да, не парься, слушай, Бог с тобой вообще-то, чего ты паришься, все равно умрешь скоро, там, попадешь в рай, чего ты, чего ты расстраиваешься, да, расслабься, все, пар паров, да, он мог же ему так сказать. И он пришел к нему, рассказал о себе, о своих проблемах. Рэбе слушал историю о его неудачах и ежеминутно вытирал пол со лба. Он ему сопереживал, он реально ему сопереживал, он мог даже поплакать. Я знаю, что Раф Зильбер, он мог действительно растрогаться, видя, когда кому-то плохо. Для себя Раф Зильбер, он считал себя спортсменом, это я слушал недавно урок его дочки, и она говорила, что папа всегда считал себя спортсменом, и чем тяжелее ему было, тем он больше радовался, что Бог ему доверяет, и как тренер, который доверяет спортсмену и дает ему большую нагрузку, что спортсмен не сломается, а выдержит, и еще больше станет сильнее, так он всегда говорил, значит, Бог, он мне доверяет, раз он мне дает те трудности, которые я прохожу сейчас, Бог дает каждому только те трудности, которые он может пройти. И он прямо радовался, и он прям был, она говорит, он был прям настоящий спортсмен, каждый день он хотел сделать больше, сильнее, быстрее, выполнить еще больше заповедей, еще более сложные ситуации, то есть он так себя воспринимал. Но если кто-то к нему приходил и говорил, мне плохо, он не говорил тебе неплохо, тебе хорошо, он так к нему не говорил, он ему говорил, да, понимаю, тебе плохо, он ему помогал. Даже если для себя лично, он бы никогда бы этого не сделал, но другому он помогал. Это очень частая ошибка, я лично в нее очень, прям был этап, что очень много в нее, ну вот, я как бы понял, что быть по жизни лучше быть астетом, а не изнеженным, да, то есть я как бы очень такой, ну вот, мне достаточно просто, я могу на земле спать, и воду пить, и хлеб есть там, ну то есть я астет, это очень выгодная позиция, тебе никогда не бывает плохо. Но когда гости ко мне приходят, а я им, значит, а я им, гостям говорю, значит, ну вот вам хлебушек, вот на земле, вот тут в уголочной прилягте, это же неправильно, это же, ну, не каждая астетия. А я как бы думал, ну слушай, это же классная жизнь, люди, там, ну, зачем, зачем вот эта вся изнеженность, вот это все, это же только вредит, то есть ты привык к чему-то хорошему, а потом ты пострадать будешь? Нет, никакого хорошего, сразу привыкай к плохому. Если будет потом хорошее, так радуйся, но не привыкай к хорошему. Это у меня была такая установка, долгое время, да, и люди вокруг страдали, потому что я как бы пытался ее донести до всех своих друзей, знакомых, родственников, семьи, то есть я их воспитывал очень астетично. Да, хорошо, значит, мы узнали, как обрести небо на земле, то есть сам лично всегда помню, что Бог тебе добр, невероятно, что то, что есть сегодня, это лучший вариант, что тысячу лет назад у царей такого не было, что то, что есть у каждого из нас, и это подарок, это не за заслугу, это просто подарок, повезло родиться в это время. Но, значит, но, но, когда другим плохо, мы не можем так к ним относиться, мы должны стараться им сопереживать, им помогать. Все. Теперь сегодня недельная глава, к сожалению, мы не сможем ее полностью прочитать, но обязательно, видите, внизу, ваик-родутком, комментарий, обязательно ее скачайте. Сегодня 10 заповедей. Сегодня Всевышний Моше Рабейну, так как книга Дворим, которую мы изучаем, это повторение всей Торы, Моше Рабейну вот именно в сегодняшнем отрывке повторяет все 10 заповедей. И я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Давайте прям быстренько пройдемся. Первое, значит, Моше собрал весь Израиль, сказал им, слушай законы, порядки, которые я излагаю, значит, и соблюдайте их, и исполняйте. Учите их, изучайте, запоминайте, соблюдайте, исполняйте. То есть, когда вы что-то учите Тору или что-то, самое важное не прочитать, самое важное запомнить, понять, запомнить и начать делать. Это самое важное. Дальше говорит Моше Рабейну от имени Бога. Ашем и Локену, он с вами, Бог Всесильный наш, он соединился с вами, заключил с вами союз на горе Синае, Бехорев. И он не с отцами нашими заключил завет, но с нами. Мы это, которые здесь сегодня все живы. То есть, получается, если ты слышишь сейчас слово Бога, значит, а мы изучаем Тору, это прям конкретно слово Всевышнего в чистом виде, значит, этот отрывок относится к каждому, кто его слышит. С нами те, которые сегодня здесь живы. То есть, повезло, услышал, живой, значит, все, у тебя есть союз с Богом, уже как бы connection пошел. Значит, лицом к лицу говорил Бог с вами на горе Среды Огня. Это он все-таки тому поколению напоминает, что это не, вы не можете сказать, что, типа, я вам что-то рассказываю. Вы все видели Огонь на горе Синае, из огня, из горы Бог говорил с вами. То есть, в этом разница между пророчеством, которое получил Машей Рабейну и в рейсе народ на горе Синае, и другими выражениями, назовем это так, связи со Всевышним, которые есть у, например, Ислам. Тот же Бог, Эллоим, да, Аллах, они его называют, Эллоим, Всесильный. Акбар, Адибор, прекрасные слова. Мы каждый день в молитве три раза говорим, что Бог Всесильный, и Он Велик, и Он Гебор, Анура, Эллион, что Он Страшный, Эллион, Бог Всесильный, да, Высший Бог. Но, значит, это получил пророк Мухаммед, да, получил он, сказал, что он получил. Прекрасно. Но тут весь народ стоял, вот Юрий Разумный, он, значит, мне кажется, он точно не туда зашел. Давайте мы переведем его в немой режим. Если хочет служить, то будет отлично. Теперь дальше. Значит, но с евреским народом было не так. Весь народ на горе Синай слышал вот эти вот заповеди. То есть, был огонь, было все, и это передается из поколения в поколение. Два, там было между двумя и тремя миллионами человек, которые видели вот это проявление Всевышнего. И оно из поколения в поколение вот так передается, как это было. И Машем говорит, смотрите, говорит, «По ним бы по ним, дибер Ашем и Махем, лицом к лицу говорил Бог с вами, беар мето хаэш, в гора, в огне». То есть, все это слышали. Значит, дальше. «Я стою между Богом и вами в это время для того, чтобы вам говорить слава Бога, потому что боялись вы из-за огня этого и не могли бы подняться на гору». То есть, проявление Всевышнего было настолько сильным, что несмотря на то, что весь народ тогда находился в состоянии пророчества, и они воспринимали это духовное влияние, то есть, они все увидели, прочувствовали, прям прописалось оно на них, на вот еврейский народ. Это как бы, есть такая песня, «Анах, ну мы аминем, не аминем», что мы верующие сыны верующих, дети верующих, что это настолько пропиталось тогда вот это вот Синайское откровение, что оно где-то есть вот на подсознании народа, оно есть, что все это видели и слышали. Но в тот момент люди умирали. То есть, когда Бог так проявляется, вот если вы видели, например, есть люди, которые там употребляют ЛСД, все эти психогаллюциногены, и у них спадает на секундочку защита, и у многих из них просто, у них мозг разносится, и они умирают. Они умирают, они не в состоянии выдержать этот духовный свет, да, им открывается какая-то там чуть-чуть щелочка. И поэтому еврейский народ, когда их, когда Бог открылся, они услышали две заповеди, две первых заповеди соскрижали, слышал весь народ, а потом они сказали Маше Рабейну, пожалуйста, подними ты на гору, ты говори с Богом, получи Тору, мы, а мы не можем, мы умрем. И, значит, Маше поднялся и получал Тору. И вот здесь это, он им напоминает об этом, и говорит, значит, так, что Бог говорил. И дальше идут 10 заповедей. То есть это идет напоминание, что Всевышний специально сделал рабами безвольными, без своего проявления. Раб в то время, это был человек, который полностью был без самопроявления, он всегда выполнял только то, что ему говорил хозяин. И Бог говорит, я тебя вытащил из этого рабства, а теперь вы точно так же, вы должны присоединиться ко мне, вы рабы для Бога. Это вот первая заповедь, что я тебя вытащил из дома рабства, и теперь вы рабы для меня. Вторая, не будет у тебя других богов. А, значит, и дальше идет перечисление, ни из вояний, ни изображений, ничего на земле внизу, вверху, в водах, под водами, под землей. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревностный, поминающий вину отцов сыновьям и в третьем, и в четвертом поколении, ненавидящим меня. Почему написано третье, четвертое поколение? Тот, кто отдаляется от Бога, максимум его семья, его дети, если они идут по этому пути, могут существовать до третьего, четвертого поколения, Бог ждет. То есть, если вы посмотрите, значит, там, кто отдаляется от Бога, то у него или нет детей уже в первом поколении. Максимум, это семья, если у них идеология, она антирелигиозная, антибожественная, то, ну, может, зачем им дети вообще? Те, кто антирелигиозные, им дети не нужны, они эгоисты, они живут только для себя. Они говорят, ну, вообще, ну, вот, возьмем атеист, мы обезьяны, все вокруг обезьяны, а дети нужны? Не нужны, нужны собаки. А чего собаки? Ну, слушай, собаку содержать или ребенка, собаку удобнее, 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 давай собаку. Все, значит, некоторые на первом поколении отпали, некоторые отпали на втором. Кто-то максимум живет до третьего поколения, и, значит, все, кто ненавидят Всевышнего и отходят от Всевышнего, исчезают до третьего, четвертого поколения. Это прямо написано на скрижалях, десять заповедей. Значит, первая заповедь, «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской», вторая заповедь, «Это не будет у тебя других богов». Третья заповедь, «Не произноси лоти саид шема шема локэ хали шав». В пустую не произноси имени Всевышнего, не простит Господь тому, кто вознесет его имя напрасно. Вот тут очень интересно, я хочу подчеркнуть, что когда ты заходишь вот в эти вот духовные высоты произнесения имя Всевышнего, это не просто произнесение имя Всевышнего. Когда ты вообще говоришь о Боге, когда ты, имена Всевышнего — это его проявления. И тот, кто пытается вообще туда залезть высоко, это обратная сторона. Некоторые говорят, «Нету Бога, значит, мы от духовности отделяем себя». Отделяете от духовности, третье, четвертое поколения исчезли. Другие говорят, «А нас вообще не интересует материальность, нас интересует только Бог, только духовное, только мы хотим высоту, 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 оп, сгорели». Почему? Потому что Бог сказал, «Золотая середина, будь на земле, пройди жизненный путь и набери заповеди и переходи в духовный мир, еще успеешь в духовном мире пожить». Понятно, да? Дальше. Пятая заповедь — это «Соблюдай день субботний, чтобы святость сего». Соблюдай день субботний. Это пятая заповедь. Все, мы сегодня заканчиваем. Значит, скачайте, пожалуйста, Ваикра 3757, прочитайте сегодняшний отрывок. И, значит, у вас будет более такое четкое представление из первоисточников, о чем мы говорили. Будет представление у вас о пшате, о простом смысле слов. Опять же, перевод — это чуть-чуть искаженный простой смысл слов. Но для того, чтобы изучить намек, драж, расшифровку и сот, нужно постараться и постараться, постараться. Но слишком не углубляйтесь, потому что мы знаем, что тот, кто высоко взлетает, он быстро сгорает. Все. И я еще размещал ссылочку. У меня вышел ролик, вышел ролик на YouTube. Я сейчас очень хочу сделать помощь пострадавшим от войны. Такую прям целенаправленную, классную. Разработал систему, старт называется. Да, там в этом ролике я про нее рассказываю. Я сейчас очень прошу вас помочь мне. Посмотрите этот ролик, напишите какой-то комментарий и поделитесь, максимально поделитесь этим роликом из YouTube. Потому что я сейчас хочу, ну это начало только, я хочу сделать огромную-огромную систему помощи выхода из кризиса пострадавшим от войны. То есть кризис предыдущий был тяжелый, коронавирус, но сейчас кризис, мир в тяжелейшем кризисе. И я очень сейчас хочу в ближайший год этим заниматься, помогать людям выходить из кризиса, в разных кризисах. Все, желаю всем здоровья, выздоровления, близости ко Всевышнему, чтобы Бог услышал ваши молитвы. Самое главное, начните молиться от всего сердца Всевышнему. Я вас благословляю, чтобы Бог услышал ваши молитвы и выполнил ваши просьбы. Все. Счастливо, удачи, хорошего дня.